Всем добрый день! Сегодня у нас очередной Кио Махав. Вчера пришла она на диагностику, сделали ТО, меняли масло в коробке частично, масло в двигателе и все фильтры. Также сделали диагностику ходовой. Еще жалобы утром плохой запуск на холодную. Уходит антифриз, то есть потихоньку, не спеша, то есть исчезает. Опрессовочку сделали, нашли место, откуда капает. И также у нас еще есть такая штука, то есть по диагностике провал мощности при резком нажатии на педаль газа. По поводу диагностики ходовой мы прошлись. У нас получилась шаровая опора, передняя, нижняя, левая. Вот так она у нас тут на гаечках, на болтчиках. Рулевая тяга справа будет меняться. Не заводится она, потому что сгорел блок свечей накала. Номерочек, как всегда, даем вам. То есть это блок свечей накала, то есть он стоит как на Махав, так же есть на Санате. Дело в том, что по компьютерной диагностике показывают обрыв цепи по самому блоку и по обрыву всех свечей. Всех шести. Сейчас мы, допустим, заменим сперва блок свечей накала. И потом он нам уже может показать, что сгоревшие либо все шесть свечей, либо они все целые, либо там одна из шести. Можно было бы, конечно же, сделать диагностику, прозвонить каждую свечу. Но дело в том, что здесь на V6 это сделать очень сложно. Антифриз. Антифриз у нас капает крышки корпуса термостата. То есть стоит термостат, вот он будет новый оригинальный термостат, капает на стыке, то есть между крышкой и корпусом. Там вообще слегонца. Но не в этом дело. Мы будем менять термостат по другой причине. Самое главное, жалоба следующая еще. На горячую, на максимально горячую плавают обороты. Пусть будет долгим, но все же такими хитрыми способами я выяснил, что причиной является перегрев двигателя. То есть как только двигатель переходит за 112 градусов, если не открывается термостат, за 112 градусов переходит, он автоматом уходит в защиту и обороты начинают плавать. Провал мощности снизу у нас все в принципе с турбиной, все прекрасно, все отлично. За исключением того, что при резком нажатии, то есть наборе давления в топливной рампе, потом у нас есть некий скачок вниз, то есть ступенькой. Должно быть там, допустим, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Но у нас происходит по-другому. Допустим, 100, 60, пауза и 30, рабочие. Предположение, что на регуляторе забилась сетка. А как раз-то когда мы резко ускоряемся и резко идет, у нас поступает топливо в топливную рампу, регулятор в этот момент должен выставить необходимое давление. Но так как сетка забита, давление подскакивает выше, чем положено. И он делает паузу для того, чтобы его выровнять, выравнивать, и только потом она уже едет. Еще будем регулировать колодки ручного тормоза. Также есть просьба сзади. Обычно я делаю это максимально, то есть затягиваю до упора. Вот, все. А потом уже ослабляю. Угу, все отлично. Будем снимать часть диффузора, чтобы было легче открутить. И в любом случае нам к термостату лезть. Нужно было снять накладку вот из-за этой клипсы. Потому что надо будет снять воздухозаборник, чтобы было проще вытащить корпус воздушного фильтра. Ну и удобнее вообще в целом будет все. Вот здесь на силовом разъеме есть такая защелка, там противная она с той стороны сделана. И на этом тоже двойная. Надо нажать оттуда и отсюда, с двух сторон. Поэтому сделаем все, чтобы нам было удобно. Если нам нужны будут свечи накала, то будем согласовывать с клиентом уже замену свечей накала. И опять же будем... Все будет зависеть от стоимости. Менять мы будем одну или, допустим, 6. Момент по поводу блока. Там даже было видео у меня, где их можно спаять и сделать. Наверное, кто-то задастся вопросом, скажет, а что ж видео-то выкинул, что можешь сделать. А здесь не делаешь. Сейчас скоро все поймете, почему нельзя сделать здесь. Начнем сразу с корпуса воздушного фильтра. Нам надо будет выдернуть. Патрубок нам тоже придется для того, чтобы снять регулятор. Патрубок интеркулера тоже придется полностью вытащить. Датчик чистенький. Да, все прекрасно, прям сияет. Вчера поставил новый воздушный фильтр. А сегодня я его уже снимаю назад. Болтов на корпусе три. Два сзади и один здесь впереди. Вчера ребята приезжали на Мохаме, на рестайлинге только уже. Вот, приезжали с Нижнего Новгорода. Ну, один приезжал, просто у него друг тут в Москве. И вот заезжали, делали. У них проблема была следующая. То есть при резком ускорении у них был провал мощности. Вот. И иногда выбивала ошибку по низкому давлению топлива. И также на горячую иногда крутила долго стартер. Вот. Только на горячую. То есть это утечка. Вот. Так как здесь форсунки довольно надежные, поэтому первое, куда я полез, во-первых, была, опять же, большая ступенька по сбросу давления топлива. Вот. И так как форсунки здесь более такие надежные, чем, допустим, регулятор или что-то еще. Вот. И в ихнем случае сняли регулятор. И у них утечка была между регулятором и топливной рампой. То есть там прям были раковины. Регулятор был забит. Помыли, почистили. Регулятор изменили угол. Ну, как бы на первое время. А по-хорошему, то есть там у нас замена топливной рампы с регулятором. Ну, ничего, запустили, все, они поехали. Прям отлично. Но сколько это проходит, конечно, это вопрос. А еще у них вот этот патрубок лопнул от рекулера. Ну, как лопнул, под хомутом лопнул. И вчера я выяснил, что оказывается от Santa Fe и Sorento 2.2 с двигателя, там, D4HB, оттуда этот патрубок подходит. Вот. У меня просто там бушных валялось много. Я ребятам поставил его, как бы, в безвыходном положении. Хоть что-то. А оказывается, он один в один по размеру. То есть, визуально-то я увидел, что он похож. Вот. Решил попробовать. А оказывается, да, он. Слушай, хомут сделали на патрубу. Короче, в таком просто ужасном месте, там, сзади. Неудобно будет. Должен быть с той стороны, а его там нет. Дело в том, что на рестайлинге они взяли и поверх топливных форсунок положили такие своеобразные крышки. Крышки. Допустим, в виде, как клапанной крышки. То есть, шума и теплоизоляции. Вот. И для того, чтобы ее вытащить, надо очень много разобрать. Отсоединить большую часть проводки там вокруг, чтобы ее вытащить. Слабить. Так, ну что, где мы разберем его? Где мы разберем? Потому что вон тот, я не могу до него долезть. Хомут придется перекидывать. Или все-таки туда сейчас долезу я. Переворачивать придется хомут потом, чтобы он был в другом удобном месте. Вот. Сейчас я его здесь кручу, а потом я его поставлю оттуда, чтобы он выходил вверх ногами. Его переверну. Вот этот хомутик. Вот его надо взять. Вот эту штучку оборвать. И перевернем его вот сюда. Так, снимаем верхний патрубок. Антифриц потек. Плохо, что не сняли, когда я снимал двигатель с Мохава. И снимали две головки. Это, конечно, было интересно. Перегрев был на двигателе. Вот. И этот человек все пытался его там реанимировать. Узнать, какую головку отдельно снимать. Но в итоге ничего не удалось. И пришлось все-таки снимать мотор и снимать две головки. Я вариант снимать головки на месте не поддерживаю вообще. Там сзади очень-очень сложно. То есть, я больше чем уверен, что если я видел, как люди так делают, но получается очень-очень некачественно. То есть, долго и некачественно. Он мешает нам открутить. Вот под этой теплозащитой находится болт. То есть, нужно открутить теплозащиту. И под теплозащитой находится болт крепления блока. Так, все, поехали. Вытаскиваем диффузор. И вот он, смотрите. Вот по какой причине сразу было принято решение о замене блока. И вот как раз под вот этой теплозащитой у нас вон там еще находится болтик. Вот он, и вот он с края болтик у нас. Ну так в том-то и дело, что блок этот уже ремонтировали. То есть, пытались отремонтировать что-то сделать. Вот, но не получилось, судя по ошибке, которая бьет обрыв цепи по блоку. Сейчас скоро уже, наверное, подойдем к истине. Тоже у нас электрик делает этот блок, но там все аккуратно. То есть, это все вскрывается, припаивается, обратно запаивается. Где-то там герметизируется уже на герметике. Очень-очень-очень нехорошая штука, я вам так скажу. Это силовой у нас приходит кабель. И защелка, опять же, в виде здесь сломана с другой стороны. То есть, ее снять там практически невозможно. И вот сейчас я снизу вот так подсуну под нее. И отсюда тоже две коряшки. Так, по разъемчику все хорошо. Вроде да, все прекрасно. Здесь тоже вот он. То есть, дырка еще здесь есть. Ого! Ну, это все делали из-за чего. Ну, эти проводки, конечно, перебор. Так нельзя. Это прям, прям, прям очень ужасно. Там должны быть они более тонкие. И каждая дорожка должна быть видно. То есть... А тут прям... Я вам скажу. Видно этот ужас? Да. Нет, может быть и можно было. Просто надо было спаять. Нужны соответствующие проводки. И все это должно было быть аккуратно. То есть, как вот на видео видели, там как запаяно. Это ужасно. Так, подсоединяем блок. Есть и есть. Теперь включаем зажигание. У нас висела ошибка по тому блоку. Вот, смотрите, все. То есть, ошибки по свечам накала сбросились. Но это еще не значит, что все хорошо. Нужно снова выключить зажигание, снова включить. Блок опять сделает осмотр и может выкинуть повторные ошибки. Вот. И желательно, желательно сейчас еще взять мультиметр и замерить. Так, вот, смотрите, у нас ошибочки выбило. Свеча второго, третьего, четвертого, пятого и шестого. То есть, блок управления сейчас показывает, что только якобы свеча первого цилиндра исправна. Вот сейчас я делаю сброс. Ошибочки пропадают. Все. Ошибочек у нас нет. Но сейчас я выключу зажигание, снова включу. Блок опять же сделает и увидит, что есть обрыв цепи или нет. И снова заходим. И вот они ошибки. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. То есть, пять свечей, кроме первого цилиндра, сгоревшие. Согласовали свечи, замену. Свечи вот уже на столе лежат. Все шесть штук меняем. Там еще есть такой момент, на 2.2 двигатель, допустим, или также на этот, как правило, отказывают продавать по одной свече. Потому что деть потом некуда будет. Редко кто меняет там по одной. Что-то там прилипло, а? Ты смотри на какая. Вот он в наборе шесть штук. Вот он в свече. Свечи у нас здесь находятся в развале. То есть, на холодной части, не на выпуске. Поэтому можно, в принципе, с полной уверенностью сказать, что открутятся они без проблем. Ну, конечно, многие приезжают на ремонт. Допустим, вот этот Махав пришел, он чисто пришло время. То есть, появилась масса там всяких нюансов и проблем. И все, как обычно, они у нас появились с началом холодов. То есть, летом это на особое внимание не обращали. Но сейчас, то есть, все это стало более сильно так проявляться. Поэтому человек приехал и решил вот, то есть, раз там 180 тысяч что-то сделать. То есть, обслужить. То есть, масса проблем выскочила. Ну, а большую часть Махава, конечно, приезжает по причине того, что сами залезли. То есть, ну, вот как здесь блоком, допустим, залезли. Попробовали, что-то не вышло. Помимо того, что, допустим, что-то неисправно, еще могут сломать и сами. То есть, в таких случаях очень сложно делать диагностику. Потому что надо учитывать тот еще, как он, человеческий вот этот фактор, когда люди могли сделать еще хуже при ремонте. То есть, вроде бы как, ты еще одно. Но, оказывается, надо еще исправить после людей, которые там что-то сделали. Так, сейчас мы вот этот жгутик будем снимать. Так, вот здесь от клапана EGR сейчас откручиваем два болта. То есть, у кого заглушен уже здесь нет ничего. Мне вот сейчас придется открутить два, чтобы вытащить коллектор. Если в домашних условиях у вас там инструмент ограничен, то лучше открутить коллектор. То есть, все будет видно, куда, чего. Потому что там можно восьмеркой головкой, то есть, с карданчиком. Ну, еще он тоже такой, прям весь прыгает, бегает и скачет. Лучше, конечно, там сделать с этим. Иногда на карданчике даже... О, как! Фига себе! Ты видел, как раскрутилось? Ну, начался. Шарик вроде на месте. Так, закручивать. Я сейчас откручу пистолетом. А затягивать уже буду руками. Там у нас резиновая прокладочка. Подтаскиваем стороночку, отодвигаем. Там он у нас сильный. Большой этот торчит. Вот он. Такой фланец, клапанный EGR. Так, разъем отсоединяем. Сейчас отворачиваем вот этот на 16 крепление декоративной крышки. Потому что она же держит трубку подачи давления масла на турбину. Вот такой прям конкретный. Вот здесь я сейчас сниму хомутик, чтобы она поднималась повыше. Вот здесь. Можете, говорю, да, конечно, и не делать то, что делаю я. Ну, по факту, то есть, вы сейчас, в принципе, вот в реальном времени увидите, то есть, как удобно будет мне это делать все. Не, ну, для начала надо хотя бы иметь понимание, где это все находится. Делать или не делать. Видишь, в чем дело, что, если ты первый раз сталкиваешься, допустим. Да, стоит туда лезть вообще вам или нет? Согласен, согласен. Так, тут у нас 19. В молодости делал Жигули и думает, ну, что, чем отличается он, да, двигатель. Вчера отец у меня приезжал, да, он мне много ставил примеров с Жигулями. Я говорю, нет, здесь так не бывает. И вроде бы он профессиональный там водитель в такси уже, давно работает. И выяснилось, что, оказывается, он не знал, что необходимо при запуске прогревать свечи накала. Вот это, конечно, было для меня тоже удивительно. Где этот стульчик, вот этот, наверное, возьмусь и все. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Так. Так, так, так. Что там у нас на 17 в конце на трубке подачи? Положение бывает вообще иногда очень-очень неудобное для откручивания. Ну, слава богу, что она отворачивается хорошо. То есть стоит только сорвать. Вот. И не требует сильной затяжки. Так. Шайбочка раз, медная. И шайбочка два. Она уже разломилась. Так, теперь вот так вытаскиваем трубочку сюда. Сейчас, если я вспомню, как это делается. Вот куда-то должно вот сюда она выйти. Вот она трубка подачи давления масла. Все, мы ее вытащили. Нам необходимо ее снять, чтобы открутить крепление псевдопривода по два болта с двух сторон. Вывернуть его. И чтобы он дал нам открутить свечу. Сюда заглушечку ставим. Чтобы туда не нападала гадость. И туда тоже одеваем. Все. Там у нас есть такой вроде как соколь пластиковый. За него я берусь. Оп, готово. Вот есть. И последний. Так, вот он у нас жгут. Мы даже можем его полностью вытащить отсюда. То есть вот так он у нас выглядит. Вот он. И теперь продуваем и выкручиваем свечи сами. Здесь температурной смазкой можно не обрабатывать. Потому что там... Тут вроде как таких проблем не бывает. Но смазкой все равно мы ее обработаем, нанесем. Так, пробуем отворачивать свечку. Вот, пошло, 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 пошло. Ничего не щелкает, ничего не закусывает. Все отлично. Сейчас все три штуки. Когда откручиваете, не спешите. Потому что можно обломить кончик. Опять же, не в этой машине. На X55 на таком же двигателе у меня был случай, когда блок управления был сгоревший. И при этом показывал, что обрыв цепи, то есть по блоку ошибки не было. Но ошибка была по всем свечам. После замены свечей, якобы они там перегрелись. И расплавился кончик свечи и упал в цилиндр. И вот на AX55 я снимал движок и снимал голову одну. Снимал, меняли два впускных клапана. Потому что кончик попал под клапан и загнуло. Просто очень недешевая ремонт свечей там или головок. Ну вот они, смотрите, даже вот. Сухие. Все, у нас 5-вольтовые. Так, что у нас там с бустером? Как говорится там, доверяй на проверяй. Все равно надо проверять свечи. Пойдем на бустер. Потому что даже с оригинальными запчастями я сталкивался, что они были не рабочие. Ничего не происходит. Ничего не происходит. Следующая. Искрит. Вот она одна. Была первого цилиндра. То есть она работает. Так. Новые теперь проверяем. Бах. Искрит. Нагрелась. Сильный накал не даем, потому что может сгореть. У нас все-таки здесь поступает 12 вольт, но ампераж очень низкий. Как правило, сперва выходят свечи из строя. Это как пример с бензиновыми машинами. У машины, допустим, свечи по сроку службы зажигания выходят из строя. И за собой тянут потом катушку. Так же и здесь. Аж мотор прокрутился даже. Падал воздухом. Смазкушку будем использовать синенькую. Тут температурное не обязательно. То есть мы только лишь от конденсата, от влаги. То есть чтобы вот это намазываем. Если бы они стояли бы на выпуске на коллекторе, тогда бы обязательно сделали бы уже температурную смазку. Все сейчас затягиваем. Затягивать свечи не бойтесь. Ничего не отломается. Потому что после самостоятельной замены свечей люди обращаются и говорят, что у нас якобы появился какой-то нехороший звук. А оказывается пропускает из-под свечи. Потому что ее не закрутили. Потом ее очень сложно выкрутить, когда забивает там сажей. То есть необходимо выкрутить. И это тоже проблемно выкрутить. А ты когда разбираешь, сразу выстраиваешь алгоритм обратной сборки? Обязательно, обязательно. То есть когда делаешь уже второй, третий раз, первый раз просто еще решаешь, как это все будет делаться. А уже второй раз уже начинаешь понимать, что вот в прошлый раз допустил ошибку, и лучше так сделать. Его нужно вывернуть. Вот он у нас. Теперь он должен сделать такое некое сальто. Вот так. Раз в сторону. Так, что там? Видели, не видели? И все. И вот она наша свеча. Так, все, жгут опять же. Убираем полностью. Вот она у меня. То есть все целое. Ничего не обгорело. Но здесь, как правило, ничего не обгорает никогда. То есть мы просто откручиваем четыре болта от псевдопривода. И выкручиваем его в сторону. То есть, смотрите, еще раз показываю для вас. Вот он сам привод. То есть, вот я уберу. Вот так вот. То есть он у нас будет на месте стоять. Вот он раз, стоит на месте. Потом мы его, то есть, поднимаем. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. И вот так его раз в стороночку. Вот он. Он убирает в сторону. И все. И свечка на месте. То есть, да. Мы не отсоединяем регулировки. Ничего нигде не сбиваем. Ничего не откручиваем. То есть он просто свободно убирает в сторону. И все. Так, а эти, получается, свечки. Должны быть три штуки, все неисправны. А вот, судя по... Там они были желтоватые, то есть, работали. А здесь прям все черные-черные. То есть, они не работали вообще-то. Если те еще, там, две, наверное, пытались это сделать, то здесь уже ничего подобного не было. Сейчас самую операцию быстренько проводим. Так, смотрим сперва. Старые. Раз. Нету. Нету. Ну, что нету? Все правильно. Да, уже пять штук. Ну, увы. То есть, блок управления нас не обманул. Точно так же промазываем свечки. И отправляем их на место. Не всегда получается ключом на 30 подлезть сюда. И нормально за него схватиться. Поэтому у меня есть немножко распиленный, короткий даже на 30. Так, вот этот сейчас отворачиваем болт. С клапанной крышки, иначе он не даст... Вставит ключ, да? Да, он не дает полностью прокрутить ключ. Ключ будет либо на 30 вот такой, то есть, цельный, даже с пропилом. Это для 2,2. Либо вот такой спиленный. Потому что под разным углом стоит. Здесь он может не дать вот, чтобы открутить его. Допустим, вот я сейчас ставлю ключ, и он упирается прямо в форсунку. Отлично. Все готово. Откручиваем регулятор. И смотрим, что там у нас. Да, у нас две рампы. В одной датчик давления, в той правой. А в левую стоит регулятор. Ну, вот мы видим большого, огромного ежика. То есть, регулятор полностью забит, сетка. Даже непонятно, чем она забита. Что-то такое... Ты видишь, что это такое? Какая-то, да. Это как будто вообще блестящая стружка. Надо попробовать магнитом. Но стружка, по идее, у них никогда не бывало. Что это такое? То есть, да, вот как ежик полностью забит. Вот так вот здесь. Также надо утечку посмотреть по кольцу. Вот утечки не было, как у ребят вчера. Да, я смотрю, нет. Ну, все-таки после мойки ультразвука, потом он нам покажет. Нет, не реагирует. Нет, это не стружка. Все, отправляем сейчас его в ультразвуковую ванну. Бросаем, моем. Здесь тоже сейчас подготовим, промоем. Откачаем оттуда, из этого, очиститель и дистопливо, которое вылилось. То есть, перед ультразвуком я его обычно предварительно так помою, продую и вставляю от крупного мусора. Отправляемся в путешествие. То есть, он нам помоет как саму сетку, так и внутри иглу. Электронную часть также не опускаем. 15 минут достаточно. О, слишком. Все отлично. Все, ждем. Все, как новенький. Отмылся, чистенький. Сейчас еще очистителем его немножко промоем. Открываем, пусть пироги. Пока. Я уже не Mario. Поехали. Пят для Питера. так он у нас так вертикально должен стоять вот так как здесь утечки у нас не обнаружено было вместе с этим где он прикасается поэтому будем ставить также вертикально у нас нет в принципе причина чтобы менять угол так большой залезть ключик побольше залезет датчик затягивать не стесняйтесь если ключ хорошо сидит то затягивать не бойтесь хуже не будет а вот если не дотянете тогда точно будет плохо так вот по этой резиночке на форсунке обратка колечко не забудьте обязательно надо обязательно колечко помазать пришли вставляйте иначе когда будете вставлять она оборвется так все если она не сядет то защелка не защелкнется поэтому ошибиться здесь очень сложно а самый главный вот момент вот сюда давай проходить вот он термостат менять его не сложно не особо то вот он то есть патрубок снимается охлаждение и на трех болтиках стоит крышка у нас получается крышка вот здесь внизу была мокрая вот здесь ну как правило это даже на дроссельный заслон болезнь вот именно где расстояние больше там и потекает то есть корпус сам крышка корпуса не лопнула сейчас снимем сам термостат вот потому что есть большое предположение что он у нас не работает не открывается оригинал пундайчик все как положил визуальная резинку родине не закусила пружина нигде не сломано ничего никуда не попала ты вас от у нас оригинальный прекрасно все что встает на свое место и резиночка отдельно вот эти шпиндики вот они пластиковые два штуки то есть они являются направляющие то есть они не дают увести ее право-лево так сейчас засовываем прикручиваем собираем на место все все что было в планах сделать мы сделали ни с какими проблемами не столкнулись с трудностями сейчас единственное нужно что будет прогреть из проверить что вся наша работа была произведена верно то есть правильно то есть напомню что у нас проблема была запуском утром на холодную то есть мы ее решили проблема при резком ускорении была пауза то есть провал это у нас регулятор забитый и на максимально горячих горячим двигателем плавали обороты то есть причиной являлся по моему мнению то есть термостат который не открывался сейчас же я это все проверю надо будет все это подтвердить ну и все в принципе закончили то есть все сделали то развал сделаем и я думаю что все будут счастливы и довольны ну все всем пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok